Открытый телеканал представляет Такое письмо пришло. Уважаемый Михаил Лайтман, я живу в Израиле. Вы же видите, что происходит у нас? Разброт и шатание. Я не буду спрашивать, что делать, за кого голосовать, быть правым или левым. Я хочу спросить только об одном. Каким должен быть премьер-министр нашей страны, именно Израиля? Какими качествами обладать? Какие законы принимать? Как по-мудрому править нашей страной, где каждый еврей, премьер-министр, у каждого свое мнение. Короче, если можно, опишите мне вашего премьер-министра. Я не думаю, что в наше время вообще это возможно. Я считаю, что мы находимся на таком этапе развития, когда нет вообще никаких священных коров. Так. И невозможно никого избрать. Да? Никого. А все проходит только какие-то мелкие внутренние склоки. И таким образом дает нам возможность существовать один день. И потом снова еще один день. И снова еще один день. И вот только таким образом мы, в принципе, и существуем. У нас нет программы творения, у нас нет программы жизни. У нас вообще ничего у каждого из нас нет. Каждый из нас живет только от того, что может приобрести, заработать, успокоить себя. Покушать, отдохнуть. Да, и все. Все исходит от нас. Я думаю, что мы таким образом все-таки, даже на таком этапе низком нашего развития, мы все-таки придем к тому, что нам станет необходимым умный человек, который будет принят практически всеми гражданами. И он будет заботиться только о том, чтобы дать нам возможность не растерзать друг друга. А мы поймем, что этим он и выполняет самую ответственную свою задачу. А что далее будет, я думаю, что об этом уже позаботится высшая сила. Я не вижу, не вижу возможности в таком состоянии, как сегодня, у государства, у народа выжить. У него нет никакой базы. Вы говорите о народе Израиля. Да. У него нет никакой базы, у него нет никакой силы, у него нет никакой правды. И поэтому ему не за что воевать. Просто некуда деваться, и поэтому воюют. А это очень маленький стимул для того, чтобы отстаивать свою страну, землю, народ, государство. Я думаю, что это очень нехорошее состояние, и оно может еще и сугубиться. Может еще и сугубиться. Ну, будем надеяться, что люди поймут, что им необходимо искусственно поднять себя к какому-то высшему идеалу. А искусственно высший идеал, он может быть только в том, что мы поднимаемся выше своего эгоизма. То есть мы так или иначе приходим вот к этой точке. Да. Мой вопрос такой, вы сказали, у умного руководителя. А потом сказали, похоже, что такое ум, это чтобы мы не разорвали друг друга. В этом его основной ум. То есть тот, который пойдет и на компромисс, и на все, чтобы только не было разрыва в народе. Да? Это ум. Да. Что-то еще туда можно добавить? Да, ничего, потому что никто не знает, что такое правда. А высшая правда, она в том, чтобы все продолжали существовать. Мы говорим сейчас о нашей стране. Да. Чтобы завтра ты мог встать, как встал сегодня, и продолжить эту свою жизнь, хотя она полна ошибок и вреда для других. Понятно. То есть вы тем самым говорите, что возможно и наступит такой момент, что ты не сможешь встать завтра вот так вот и продолжить жизнь. Поэтому нужно вот этого умного руководителя, да? Да. Это первый вопрос. И второй, очень такой острый. Вы сказали, что целей нет у нас. Никакой цели нет. Защита земли, защита детей, государства, это не является? Ничего, ничего. У нас нету цели божественной, которая есть у многих народов в мире. Все-таки. Несмотря на то, что мы живем в таком... В святом месте, говорят. В святом месте, в такой ужасный век. В такой ужасный век. Да. И цели нет? И цели нет. Вот в этот момент, когда вы это говорите, о какой цели вы думаете? Какая цель должна быть? Цель должна быть все-таки какая-то... Божественная? Божественная. Да. То есть без принятия высшей силы, которая нами управляет, и которой мы должны дать какой-то свой отчет, без этого человек как живет бессмысленно, так и умирает бессмысленно. Поэтому, как сказано, если бы Бога не было, его надо было бы создать. Да. То есть вы как бы говорите, просто жить, вот здесь мы говорим об Израиле, невозможно. Просто жить. Я просто живу. Нет, нет, нет. Невозможно. Это такая страна, это такая земля, это такая часть вообще поверхности земли, которая не выносит безбожника, что называется. Ох, просятся еще вопросы. Да. Во-первых, мы что, под присмотром находимся? Вот мы именно вот это вот... Да все так находятся. Все находятся. Да. Тогда безбожник, когда вы сказали, сразу понимаете, у всех миллион, миллион так мыслей, что кто такой безбожник, и все уверены, что они правы. Что вы подразумеваете? Что нету высшей силы, которая бы была над человеком. Вот только вот эта мысль, да? Да. Надо мной высшая сила, да? Да. И я должен вот с ней вот так вот жить и работать. Как-то налаживать связь. Налаживать даже связь. Да. Вот это главное. И жить в соответствии с ее планами, желаниями и так далее. А какой план ее и какое желание? Это ты должен понять сам. И раскрыть, и вести себя к Невым. И вот с этим, с этим, если вот так вот будет, начнет существовать народ, тогда появится и руководитель, и правитель, и так далее, и так далее. Да, да, да. Тогда будет ради чего? А самого главного этого у нас нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова